Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрим, как у нас дела обстоят. Вот Александр Сергеевич опять что-то ваяет. Друзья, привет! Короче говоря, у нас вытащил двух утят мертвых сегодня из рассадника и задавили. Тесно им там, в общем, сильно мало места. Вот в итоге ничего у нас готового для них нет. И вот так вот в режиме форс-мажора мы опять делаем курятник. У нас новый проект нарисовался. Это старый проект. Значит, новый проект нарисовался. Построить нужно нам утятник за полдня, грубо говоря. Мне еще вечером за яйцом ехать, в общем, будем пробовать. В 12 я начал. Смотрите, что я делаю. Есть у меня леса строительные, бушные. Сильно бу, как вы видите, вот такого плана. И комплект поперечен. И вот таких связей от других лесов, от каких-то там, я не знаю, в общем. И из этих вот, из одного комплекта полного и другого сильно неполного, мы будем делать какую-то конструкцию разборную, чтобы я это мог потом разобрать и использовать по назначению, по прямому своему. Вот. Сейчас я вот скат крыши делаю, такой с наклоном. Все это потом будем затягивать баннером, чем-то закрывать в сторону. В общем, что-то городить колхоз, как мы не любим, но приходится, вот. В общем, все, я в процессе. Где-то я уже час я работаю, да. Продолжаем. Посмотрим, что получится. Ну, и мы очень расстроены. Минус два утенка. Да, два утенка потеряли, короче, по своей тупости опять-таки. Ну, блин, некогда. Короче, сейчас инкубация здесь, индюки, в общем, не успеваем. Что делать? Вот. Так, ну вот опять мы из говна и палок сделали такой каркас. Сейчас мы его отнесем на место, поставим и будем чем-то закрывать. Тебя не сдуло? В срочном порядке, видите, как делает из какашки, как всегда, конфетку, чтобы к нам сюда никакие собаки не пролезли. Но, наверное, если при желании это лисы, может, они и подкопают все это дело, да. Но будем надеяться, короче, надеяться, что нам остается. Смотрите, даже калиточку сделал, видите, какую. Вон они мои золотые. Я им лук поставила. Они пугаются и под лампой. Ну, у них, кстати, выгул здесь получается. О, в тазу-то надрябана уже. Они выходили? Судя по тазу, да и по воде. Ой, смотри, как красиво получается. Просто идеально. А откуда-то железо-то хоть опять надыбал. Ты с крыши, что ли, снимаешь куски потихоньку? Соседской. Соседской? Ну, ладно, с соседской так хорошо. Переживем тогда. Удькам пить тащишь? Во, о, 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 ветрище-то. Лук не едят? Ну, чуть-чуть они поедут. Клюнули? Да. Ну, пускай, к этому делу надо привыкнуть. Смотрите, сюда естественные уклоны. Все, что здесь, если они проливают, вдруг должно вытекать, по идее, в эту сторону. А там по суше будет. Ну, это же утки. А утки и по суше – это вещи несовместимые. Все, вот там, смотри, вот белый лист, это будет, его сдвигаешь просто в сторону и выпускаешь. Поняла? А, да, у нас же тут план, операция какая будет. Выпуск утьев на выгул. Вот на наш огромный гигантский выгул, да? Ну, что, мы вчера его, на сколько я уехал за яйцами? Где-то по восьмого. В семь. Восьмого. С до семи, с двенадцати до семи мы вот это все сделали. Всю конструкцию на пустом месте. Мы, как в Китае, больницу строим. Курятники. А, утьи. Слушайте, ну вы даете. Ой, мои мои милые. Вот, называется выгул утины, понимаете? Вот сколько сюда мулардов можно запустить? Миллион толстопопых. Можно было бы так бройлеров запустить, вот было бы прекрасно. Ну, что вы там толкаетесь, мои хорошие? Надо их лучком приманить. Они очень лук любят. Я анзуром специально ведь выращиваю, им и индюшатком. Чем хорош лук анзур? Первые гигантские, очень крупные, толстые, большие, зеленые массовые. Вообще, листья такие мясистые, сочные. Им нравится, а я гряду. Засаживаю, потом ее очищаю. К моменту посадки, к середине мая, мне вообще там ничего не останется. С такими тетраглодитами, так не вопрос, что и раньше все освободится, похоже. Ну что, спины-то голые, блин. Что вам, костюм, что ли, сшить? Щипучки. Ну что вы там толкаетесь, лапты пояпончатые? Идите домой, я вам лука дам. Давайте. О, подрыл Александр Сергеевич тут нору. Сетку. Что он с ней сделал? Наверное, подвернул или отрезал нижнюю часть. Палочку, видите, сделал, чтобы они не царапались, если вдруг там штырьки какие есть. Молодец. Дорогие дамы и господа, мы сегодня мучаем утку. Гринпис порашу не возбуждаться. Целью наших мучений как раз идет возможность нашим уткам не совершать расклев друг к другу, не выщипывать тычки на спинке. Они от этого страдают гораздо больше, чем от прижигания клюва. Так, вот, схватили мы уточку нашу. Видите, вот спины у них лысятся. Вот эти царапины для того шухера, что сейчас они здесь все устраивают, вернее, мы им устраиваем, они друг на друга лезут и царапаются, короче, когтями. Вот, видите. Конечно, шугная птица. Прямо вообще сильно шугная. Так, вот клюв. Да-да, клюв-то. Вот, видите, вот эту вот часть нужно убрать, сделать дебекирование. Берем паяльник. Лучше паяльник брать с широким жалом, чтобы за раз. Но мне, у меня такого нет, мне приходится вот так вот поелозить им. Вот, все, убрали. Убрали, отпустили. Следующий. Так, следующий берем тоже. Также подмышку. Вот эта часть, видите, какая большая. Вот, ее убираем. Лучше от себя дуть, да, чтобы этот дым не вдыхает. Так, еще раз смотрите. Видно? Да. Вот он, в профи. Вот ищет. Нарос такой, да? У нас утка уходит. Ага. Сейчас догонит. Так, все. Так, короче говоря, спустя сутки мы решили еще обрезать или припаять им острые когти на лапах, потому что они разодрались все спины друг к другу. Шухерная птица, в общем, если ее куда-то выгонять на выгул, она друг подружке, короче, скачет, сходит и раздирает вот эту часть полностью. И вычитали мы в инструкции, в руководстве по эксплуатации, хотел сказать, по выращиванию этой птицы. В общем, там необходимо не только клюв им обрезать, но еще и когти на лапах. Вот поэтому сейчас мы два варианта здесь пробуем, кусачками и паяльником. Вот смотрите, какие когти. Не знаю, видно вам, нет? Значит, вот берем кусачки и кончик откусываем. Самый кончик, много. Это быстрее, но у птицы начинает кровить коготь. Вот смотри, у этой нет. Но очень низко, кстати, все равно. Ладно. Ну, короче, поверьте, мы уже четыре сделали. Надо... Не надо. Ну вот, когти текла. Нет, пока не потекла. Смотрите, вот чуть-чуть здесь проступает, вот на этом. Вот, сейчас мы вторую паяльником. Мы им сразу мажем АЦД-3 спины. Давай. Кисть для этого берем просто. АЦД-3 смешиваем, если помните, с маслом. Подсолнечным, каким угодно, хоть детским. Он неприятный на вкус, мы надеемся, это первое. На вкус ты пробовала? Ты понюхай. На запах. Он однозначно неприятный. На вкус. И на вкус тоже, я думаю. И он заживляет хорошо. Все, убираем их на место. Так, и вот сейчас давайте паяльником. Паяльник теперь. Значит, вот прижигаем просто, как клювы прижигали. Но у паяльника можно прижечь перепонку. Она тут близко очень. Да, перепонка близко, поэтому нужно... Аккуратно все делать. Аккуратно. Мне быстрее... Ах ты, кусачками, я себя обжег. Да? Да. Так, где? Все, первое, ты прижег все его. А вот, да, я ее обжег. Все, все, все. Чуть-чуть. Так, поэтому я говорю, мне кажется, кусачками проще. У кого какой опыт, напишите в комментариях, как вы это делаете, если вообще делаете. Но в инструкции по эксплуатации, опять-таки, или, если правильно, в руководстве по выращиванию, есть вот такая процедура в 21 день первая. То есть мы опоздали уже? Да, мы опоздали. Не знаю, в последний или в 21 день, или это периодичность какой-то надо повторять. Так, все. Конечно, они от нас будут убегать. То, блин, клюв прижигаем, то... Давай. Вот, смотрите, какая спина, видите, красивая. Разукрасили ее, сородич. Ну, не знаю. Мне вот это вот не очень, как бы, нравится вот эти процедуры выполнять. Ну, это ужасно. Говорят, что на мускусах такого не делают. Не знаю. Ну, посмотрим. Если бы они были спокойнее, они друг друга так не расцарапывали. Да, очень шугные. Саша топчет одного, а вот топчет прям. Ну, ломти уже большие. 30 дней сегодня будем взвешивать с 35. Смотри, как хвост раскрыл он. Ну, это разодрали по всей видимости, скорее всего. Слушай, давай все-таки кусачками, Ален, нет? Ну, смотри сам. Меньше тогда, пожалуйста. Кончик самый. По идее, прозрачный кончик. Вот кровь пошла, видите? Ногти должен быть. Вот кровь пошла, если подожди. Паяльником сразу. Кровь на лапах, это не очень хорошо, вы понимаете, да? Можно какую-нибудь заразу сразу занести. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Вот пошел опять. Сейчас прожгешь прияпонку. Ну, смотри, я паяльником такую же убираю, в принципе, длину. Но паяльником это более, как сказать, без крови. Ну, что, паяльником ты хочешь сказать? Не знаю. Блин, ну паяльником это очень... Паяльником ты неаккуратен тоже, ты их прижигаешь лапу иногда. Это очень долго, конечно. Смотри, я вот делаю, в принципе, даже так же. Даже больше, может быть, убрал, и крови нету. Что, все-таки мучаешься паяльником? Дуй, пожалуйста, от себя. Это паленый коготь, это не очень хорошо вдыхать. Тихо, вот он дернулся, и смотри. Перепонку, потому что обжег. Он дернулся сначала, а потом уже и обжег. Короче, Гринпис нас застрелит. Все, ладно. Вот так это будет выглядеть. Я надеюсь, наша птичка не будет иметь привкус СЦД-3. Да нет, к тому времени уже не будет. Так, все. Все, в общем, мы продолжаем. Вот таким макаром сейчас обрабатывать всю птицу. Запускаем вовнутрь ее, уже вечер, им пора спать. И нам надо поторопиться, а то стемнеет. Да. Спасибо. 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 Спасибо.